Привет всем выжившим! Ну что ж, сегодня попробуем понять, что вообще следует знать новому игроку в Fallout 7.6, ну или по крайней мере попробуем это сделать. Кстати, если у тебя есть свои соображения, пиши обязательно в комментариях. Но сперва хотелось бы дать небольшой совет. Старайтесь не превращать игру в какую-то рутину, просто исследуйте мир и попытайтесь проникнуться атмосферой, ведь Fallout он именно об этом. И конечно же попробуйте найти себе компанию для игры, ведь Fallout 7.6 это прежде всего многопольская игра, которая поощряет исследования мира в группе. Старайтесь чаще использовать окно эмоций, и также не забывайте, что если вы бегаете не один, то другим игрокам тоже нужно выстрелить по противнику, ну или ударить его, для получения какой-либо награды. Поэтому если вы бегаете не один, пользоваться стрелковым оружием куда проще, ведь для того, чтобы получить какую-либо награду за противника, нам нужно найти ему какой-либо процент урона. Всё равно, чем мы будем наносить и сколько, главное просто это сделать. А некоторые игроки убивают легендарных противников уже в секунды, если конечно они не подождут специально, чтобы другие игроки также нанесли урон. Не так важно, как вы распределяете свои перки первые 10-20 уровней. Но если вы всё-таки решили бегать в группе, то вам стоит начать с харизмы. Всё-таки бонус к опыту довольно существенный. Ну а дальше мы смотрим на свои вкусы. Если это дробейки и тяжёлое оружие, то это сила. Если же вы фанат винтовок и луков, то это восприятие. Ну а если вы любите пистолеты, то конечно же это ловкость. В любом случае очки развития нам дают вплоть до 50 уровня. Ну а дальше мы выбираем либо прокачивать свой перк, либо перетаскивать очко развития. Ну например из силы в ловкость. Ну или в интеллект. Но если вы только начали играть и это ваш первый персонаж, то я бы рекомендовал прокачивать максимально силу. Всё же куда проще бегать без перегруза. А подбирать хлам, оружие и броню в начале игры мы будем довольно часто. Если вы исследуете пустоши в одиночку или скажем в группе, увидели незанятую мастерскую, то обязательно идите её захватывать. Потому что за захват вам выдадут крышки, опыт, ну и конечно же схемы, которые так необходимы любому новичку. При этом не бойтесь, что на вас может напасть другой игрок. Этого практически никогда не происходит. И да, если вы недавно играете, то обязательно смотрите испытания. Выполняйте ежедневные, еженедельные и старайтесь не забывать про это. Потому что атомы нам понадобятся. Ведь атомы это по сути донат валюта, которую мы можем потратить на внешность, татуировки, костюмы, облики для оружия, себя. В общем список можно продолжать бесконечно. И конечно же атомов нам на всё нужно довольно много. Поэтому лучше начинать пораньше. Ну и конечно же если вы новый игрок, то вам стоит участвовать во всех событиях, которые отображены на карте как восклицательный знак. Причём даже если мы присоединились к концу события, мы всё равно получим награду, что не может не радовать. Причём в качестве награды мы получим крышки, опыт, ну и конечно же оружие, броню и возможно какие-то схемы, которые мы ещё никогда не встречали. Также я рекомендовал бы купить пораньше обшивку подоспешника рейдера. Ну или какую-либо другую. Лично я пользуюсь подоспешником рейдера, который можно купить на станции Сатан. Лично я пытаюсь максимально поднять себе ловкость, поэтому я выбрал именно этот подоспешник. Кстати, обе версии можно купить именно на этой станции. После покупки первой и изучения, всё что вам нужно это выйти в меню и зайти обратно, после чего вы увидите у торговца новую версию. И да, не стоит бояться, что подоспешник как-то испортит ваш внешний вид, ведь он надевается под ваш костюм и при этом даёт нам довольно неплохие статы. Кстати, я бы рекомендовал вам сразу подумать над расположением своего дома. Ведь дом это прежде всего бесплатный телепорт, поэтому он должен находиться там, где мы сдаём квесты, рядом с каким-то источником ресурсов, ну или возможно рядом с мастерскими, почему нет. Поэтому тщательно подумайте над расположением своего дома. Ну и конечно не забывайте, что заходя на сервер, вы телепортируетесь на него вместе со своим домом. И если эта локация, в смысле локация вашего дома уже занята, то вы не сможете расположить там свой дом. Поэтому тщательно думайте, куда же вы поставите его. К примеру, я играю с человеком, который расположил свой дом рядом с баром в начале игры. И довольно часто при присоединении к серверу ему сообщали, что это место занято. И там поставить его дом невозможно. Плюс там довольно часто пролетал робот, который периодически сходил с ума и начинал атаковать его постройку. Поэтому, да, недолго думая, он переехал. Ну и на этом пожалуй всё. Пишите в комментариях, чтобы вы посоветовали новому игроку, как заработать крышек, как быстрее прокачаться, ну и тому подобное. Ну а вы, прежде всего, берегите себя и своих близких. Ставьте лайки, подписывайтесь, если конечно вам понравилось это видео. И да, пока-пока и до скорого.